Это дом 96 на Мичуринске, и здесь находится спортивный клуб «Сакура». Вот за этой, на первый взгляд, неприметной дверью настоящая кузня талантов. И воспитанники клуба недавно доказали это в очередной раз на крупных всероссийских соревнованиях. Сейчас мы с ними пообщаемся. Борьба за кубки и медали, с которыми юные спортсмены пришли в зал, разгоралась на прошедших выходных. Первенство и чемпионат Федерации Кёкусин России провели в Санкт-Петербурге. Конкуренция на состязаниях была высокая. Собралось более 200 бойцов из Москвы, Пензы, Тюмени и многих других регионов страны. Наша область была представлена 14 спортсменами, которые прошли отбор серьезный в феврале месяца. Они стали чемпионами нашей области по Кёкусинкай и выехали отстаивать честь нашего региона. У нас получилось 100% результат. Все, кто поехал, все стали призерами России. У нас получилось 5 первых мест, 5 чемпионов, 5 вторых мест и 4 третьих мест. Это, конечно, весомый вклад в копилку достижений воспитанников клуба. Кстати, первая секция «Сакуры» начала набирать спортсменов еще в далеком 91-м году. И успехов за 30 с лишним лет набралось огромное множество. Хочется сказать, что проведенный в Санкт-Петербурге турнир проходил под лозунгом «Мы россияне». Патриотическая работа в нашем клубе имеет большое значение. Мы постоянно работаем с молодежью на эту тему. Наши спортсмены – это наше будущее. Здоровый спортсмен, подкованный патриот своей страны – это очень важно. Екатерина вернулась домой с бронзой чемпионата. Девушка выступила в возрастной категории 18+, и в абсолютной весовой. За ее плечами множество наград различного уровня. Каратэ она занимается уже 12 лет. Этот вид спорта выбрала, потому что с самого детства он воспитывает характер и силу воли, что помогает как на татаме, так и в жизни. Для меня это первое мое соревнование в такой категории. Для меня это очень большой опыт. Это очень сильно ощущается разница между категориями детскими и вот этими. То есть мы деремся без защиты, без шлема, вообще без каких-либо накладок. И тут уже настоящий кикушин включается, бои прям жесткие. Виктор стал обладателем золота на первенстве среди юношей 16-17 лет в весовой категории 65 килограммов. Парень пришел в кикусинкай 11 лет назад. Из-за травмы пришлось остановиться на 4 года, а вернулся он в каратэ лишь в прошлом сентябре. И не просто вернулся, а ворвался. Бой за первое место тамбовчанин завершил за 17 секунд, нокаутировав соперника ударом ногой в голову в прыжке. Для меня это первые большие соревнования. Ну это уровень, но постараюсь выше занять мир, Европу, поучаствовать везде побольше. В сентябре будет первенство Калининграда. Там тоже займу первое место. К международному турниру в Калининграде готовится не только Виктор, а все спортсмены, которые заняли на прошедших соревнованиях первые и вторые места. Дмитрий Сергеев, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей.